павел game channel пролог черный жезл согласно плану не распопал в особняк мага через канализацию теперь ему предстоит разыскать поиска ну то есть план мы скипнем сразу где у перейдем здесь должна быть наверно какая-то фраза в принципе это поправимо мы просто перезапустим главу сейчас узнаем чего хотел сказать ну автор прямо во время инициализации девок воспроизвел этот особняк наверное хорошо охраняется но я должен заполучить этот жезл за него я смогу выручить огромные деньги фраза прям супер быстро прошла окей мы можем вертеть камерой на стрелках как видно управление мышки эти воды насыщены токсинами неверный шаг и вас ожидает смерть идите неспешно и осторожно поворачивать нераса можете с помощью стрелок на клавиатуре ах вот бы это на вас переместите так что у нас тут по навыкам боевые на б толчок адреналин 3 толкает противника сумма еще этой способностью чтобы им противника фрабосе наш пароль на шпиль шипы и столкнуть прямиком в огонь сильный удар питался просто дышат здесь и двукратный рот при каждой атаке ассасинские навыки все сыновей телепортироваться на короткий расстоянин умеет существует может сезон которых по непонятным причинам заклинания не работает а гениальное оправдание режим скрытости так и носит дополнительные уроны магия залечиваем раны раке понял чё но блин отки непривычный о май гад короче что-то походу на стрелках придется играть можем менять там расстояние до героя менять скорость вращения старайтесь собрать как нужно больше денег за уровень дальнейшем на них можно будет приобрести снаряжение для вашего героя так ну что же нам придется часто сохраняться блин это будет убежать конечно поворот камеры и главное не упасть в разделе боевых навыков вашего героя есть к способность как толкнуть с помощью ее можете толкать объекты врагов нужное вам направление чтобы пройти дальше он бред с помощью способности передвинуть ящик на свете через напольную платформу обратите внимание что при каждом с разом боевой способности понижается уровень адреналина когда уровень адреналина слишком низкий вы не сможете пользоваться боевыми навыками адреналин повышается за счет убитых противников алтарь и берсерка также восстанавливать запас адреналина это видимо алтарь берсерка есть должен быть какой-то текст он обрезался кажется я начинаю понимать почему я эту компанию так короче боевые навыки бт окей штука может нам пригодится что ж как видно здесь открылась стена 15 глава это первая карта она огромная какая-то я смотрю с помощью зелью можете оставить здоровье мана для того чтобы выпить зелены здоровье нажмите клавишу l чтобы выпить зелье мана r убьем крыс а сколько восстанавливает ты хилка и мана разделе ассасинских заклинаний есть такое как телепорт в данном случае без него никак не обойтись а также она может быть полезна во время битвы надо учитывать что в мире множество зон которых это заклинание не работает окей нам телепортироваться на трубы так хорошо ну давайте попробуем телепорт и надеяться будем на то что пропит все как надо опа крысеныш и змеюка это все может быть опасно по образу мы используем маги или подобрать бочку или ящик подберите бочку выберите ее и направьте на противника так ну давайте ка швырнем херак на так спускаться чё на ассасинских навыках тоже за каждый используя ассасинских навыках вы теряете часть силы ассасина помойте запасы все можем в местах силы подойдите близко к месту силы уберите его и здесь прийти на пиктограмму с изображением луны почему я должен все кликать нельзя было на автомате сделать они же есть не паз буты характерно чисто черта подобных проектов 0 внимание к деталям ну ладно к мелочам хотя бы в хорошие действия яму ничего не подозревающую гадюк с помощью способности толчок чтобы просить дело можно использовать заклинание видимости из раздела ассасинских навыков ну я даже не знаю может просто подойти столкнуть эту гадюку все блин яд мощный конечно долгий оригин есть какой-то у героя такса тут чё очередная гадюка отлично иди за бтн и конечно она же есть эти сама хилка ух ну ка ну не то чтобы прям эффективно раны залечивает там хоть что-то мы идем в расчетном то что мы как-то мимо этих гадюк пробежим может не знаю но пока пойдет забраться по цепи нет не хочу пока что найдем вариантов нет разбираемся так нам бочка попадается еще ящик бипочка ну неплохо если бы это все стакалось что выделяется стул а стул я куда хоть положу это стул будет отличным вооружением если под рукой нет более подходящих средств короче говоря нам надо видимо окружение использовать в полной мере раздают такое блин диск бтн нет а вообще прям ящики зелья отдыха а это типа зелья маны так называется так сейчас я в тебя бочку кину заберем другую знать бы еще что эффективнее из этого офигеть тут сколько этого добра навалом валяется то кстати тут еще какие то шмотки с требованием всем таким надоело жрать эту вонючую рыбу похоже еда сама к нам пришла вот бы свежего мяска так кидая в вас стул на все равно тут еще навалом вот такого добра некуда класть короче берешь бросаешься предметами в врагов побеждаешь эти возвращаешься назад забираешь все это добро которого тут тут просто пруд пруде единственный челлендж это попасть по цели не ну раз дают такого кучу всего этого почему бы не пользоваться просто странно я помню когда я играл в эту компанию чуть давно она мне сложности какие то вызывала ну это начало ладно да я и дальше начало особо не проходил если честно так что ну всякое может быть что черт лабиринт а да попади же хороший крит не вижу даже смысл пока использовать фаерболу раз у нас есть бочки ящики стулья просто используем это все я надеюсь герой не вооружен он чуть не может драться что ли или чё так нам тут показывают лесенку типа наверх можем пойти а я пока на этом этаже все посмотрю как он надеется с собой эти огромные бочки и до ящики затаскает хе-хе не в кармане же с собой да да конечно в кармане еще я тут вроде развилку видел или мне показалось если честно давайте ка вернемся назад и проверим ее трупы не разлагается смотрю как упали так и спят так это же и меня вернется самое да начало из-за той дырки вышел сейчас посмотрим какую развилку я тут увидел а ну да получается сюда шел там просто голда и тупик и потом я пошел сюда тогда ничего не пропустил я окей только время потратил ну ничего страшного лишний раз проверить вдруг какой-то интересный меч выпадет нам я от этого не откажусь в принципе смотрите какая прокачка даже есть просто опыт такими темпами будем сто лет его набирать это же лесенки нет что ли ли стены какой-то просто дыра двигающиеся предметы что за магия это магическое поле не дает мне пройти окей так значит надо разбираться с этим вот злобная мебель которая так и норовит меня убить оригинально э э что за херня как это меня задело офигеть три гоблина разом от мебели умер от мебели умер а здесь уже бочек и окружения такого нет ты будешь ставить нормально плиз так 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 да ладно понял надо двигаться не тупить да ладно да блин это дурацкая камера ты не понимаешь где ты находишься преметун . так 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 Да, офигеть. Ну, конечно, именно здесь не работает этот телепорт. А, блин! Паузу толком не выдержишь. Он слишком медленный. Телепорт бы здесь как раз идеально подошёл бы, но нет, какого-то чёрта автора его тут закрыл. ТА КАК?! Я, блин, не вижу, где находятся предметы. Так, где-то здесь стану я, пожалуй. Похоже, никак, короче, не пройти так, чтоб тебя... не задело. Погоди, где толпа гублинов, которые на меня припёрлись? Они все там. Опять не пускают меня. Слушайте, я бы не отказался от паркбочек. В библиотеке много дыма и мало воздуха. Когда уровень кислорода пойдёт до нуля, вы умрёте. Вы можете выйти из библиотеки, чтоб запас кислорода восстановился. А, ладно. Пока не будем идти туда. Пока пойду сюда. А чего кислород у меня кончается? Я вышел из библиотеки же. Собогованная хрень. Всё. Сейчас бы задохнулся из-за бага. Слепка в сундуке. Ну, хоть стул взять можно. Пора уже юзать силки, наверное. Так, интересно. Огонь руномага. Ага, понял. Ну, присытим себе. Воздух. Ай, огонь додосит урон. Гоблины развели огонь из книг своего хозяина. Это и стало причиной пожара. Значит, надо поаккуратнее. Ну-ка. Ну, конечно, не работает. Да-а-а-а-а. Так, лады. Попробуем ещё раз. Просто пока не увидел вариант прохода. Только через огонь, что ли? Видимо, для этого и душ за зелье. Тут сложно не наступать на огонь. А, тут же проход есть. Я думал, этот шкаф тут валяется и не дает прохода нам. Так, ну, хорошо. Давайте повыставим. Да, блин, на меня я... Так, чтоб тебя. Отвали. Это мой последний шанс. Так не стой столбом, иди. Последний шанс. Сено здесь оказалось весьма кстати. А, как удобно. Сено. Окей, ладно. Голда, интересно, для чего? Бывается в приключениях. Так, окей. Нифига у них атака. Ладно, бросаем столб. Нарушитель! Бери его! У него ещё криты есть. И бьёт, блин, супербыстро. Выдаши секрету, ебесто. Лучше бы вместо голды дали бы мне бочек да стульев. А не вот это вот всё. Блин, зря это из расходов выходит. Злую шутку, со мной это всё сыграло. Так, ну нам, походу, в люк. Там для начала надо дверь открыть. Так, тихо-тихо-тихо. Что с вами-то делать? А, ну в режиме скрытости разумеется. Он... как черепаха. Чё? Не хватает мамы. Да, молодец, какого черта ты-то тупил? С этой крутящейся вечно камеры невозможно прицелиться в противника нормально. А, ну давайте один на один чисто. Найс. Теперь давай второго. Так, что ты у нас тут делаешь? Что один снеговик сказал другому? И что он сказал? Привет. Я не знаю, что он сказал. Так, а если ударить этого голема, он нам сдачи даст? Да. Это логично. Да и мы его не победили, у него 4000 хп, даже если бы у него было 2 единицы урона. Так, надо подумать, чё мог такого... Снеговик сказать другому. И кто такой другой? Ну, по идее, должен быть снеговик, да? Ой, 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 ой. Кровосос. Так, ну давай, давай. Ты щас... На! Подсрачник дам. Честно говоря, это не особо помогает. Что ты мог бы сделать? Он ещё промахнулся. Блин, вот был бы у меня лишний стол, я бы в него замахнулся бы. А так... Даже не в пропасть никуда не... Так, а... Ты был разве тут? Класс. Нахрена оно, если оно не работает? Тибитное заклинание, если честно. Хорошо. И чё мне с этим кровососом делать? Не хватает маны. Не хватает маны. Так, оно приближается. Так, кажется, ещё одну стрелу запустить, чтобы его убить. Ты можешь повернуться? Наконец-то. Всю ману истратил на этого говнюка. Догадай теперь, от чего этот рычаг был. Так... Так... И что же сказал один снеговик другому? Ничего. Привет. Может, позже найдём это? Вообще, сейчас можно проверить, если мы обратно не сможем здесь подняться. А, ну да, мы не можем подняться, значит, мы уже должны знать ответ. Пусть там шмотки не подобрал. И что вот он может сказать? Ну, возможно, Google поможет разгадке этой загадки. Мне интересно. Посмотрим. Google подсказывает, что здесь пахнет морковкой. Но... Просто в каком формате-то вводить? Или просто пахнет морковкой, может? Что-то я не догоняю. Ну, если... Это не ответ, тогда я не знаю даже что. Честно. Ладно, я сделал отдельный сейф на всякий случай. Сейчас вернёмся туда. Пока давайте спустимся. Посмотрим, что внизу. Два кровососа, блин. А чё с этими болванами делать? Офигеть. Одним ударом всё себе восстанавливает. Как? У меня ни стульев, ничего нету. Я всё растратил на долбаных гоблинов. Мимо них особо не получится пройти. Да у них ещё и урод бешеный. Три. Там их три. У кровососов здесь настоящий пир. Ого, целый ящик мне дали. А, пошёл ли мы прожазили исцеление. А ты кто, мужик? Что? Кто ты? Тебе не взять меня. Ты собака этого проклятого мага, да? Живым я не дамся. И тебе привет. Я не собираюсь ничего с тобой делать, если перестанешь вопить и помогу, чем смогу. Так ты не один из них. Похоже, ты не очень догадливый. Слава Эль Мару. Я уже думал, что никогда не выберусь отсюда. Как тебе взбрело в голову забраться сюда? Это был мой единственный шанс на спасение. Он бы пришёл за мной и сделал бы то, что и с остальными. Я находился в этой камере уже больше двух дней. И ты не придумал ничего лучше, как искать спасение в этих кровавых стоках? А что мне было делать? Он бы пришёл и провёл надо мной серию своих ужасных экспериментов. И сколько ты уже здесь торчишь? Уже около двух недель. Даже не буду спрашивать, что ты ел всё это время. Почему ты не воспользуешься этой цепью? Думаешь, я не пробовал? Там наверху какая-то тварь. Ты похож на опытного воина, а эта цепь — единственный путь к свободе. У тебя не остаётся выбора. Ты должен расправиться с этим монстром, или мы вдвоём станем кормом для кровососов. Похоже, я спасаю твою задницу задаром. Не в моих принципах. У тебя нет выбора. Я не воин, у меня нет шансов на победу, а у тебя они есть. Я посмотрю, что можно сделать. Постой, возьми эти перчатки. Я нашёл их в стоках, возможно пригодятся. Так, чё за перчатки? Он всё защищает от электричества. Окей. Чё за монстр там такой с электричеством? Ооо, чёрт! Ооо, чёрт! Тупая смерть. Я хоть сохранился? Нет, по-моему, да? Переслушивать эти диалоги, потому что у меня тут скипа ролика, да? А, сохранился. Да, скипа ролика тут нет. Тут как место силы есть. Да, блин, неудобно каждый раз переключаться, а? Ещё и музыка наверняка авторская, да? Сундуки, в которых полно всякого. Шаровая молния. Окей. И чё, по уроду. 1500 хп у этого говнюка. И, получается, здесь 8 генераторов, только 800 урона предлагаете ему? Что? Нет, больше полносят, да? Но всё равно. Так, пока он пацаном, надо бить его. Ееееее! Ееее. Сделали дело. Он мёртв. Как видишь, сможешь сам выбраться. Не смею тебя больше задерживать. Ты и так много сделал. Спасибо тебе. У меня есть информация, которая может показаться тебе полезной. Я слышал из разговора двух гоблинов упоминание о каком-то пароле. Пароль звучит так. Альдара. Альдара. Это как и должен был догадаться, что... Это вообще какое отношение к заветке-то хоть имеет, а? Так, амулет у милых рук. Амулет достаточно легкой магии. Такой может создать та же самая неопытная маг. Все характеристики плюс два. Такое кольцо обычно надевают перед выполнением тяжелой физической работы. Да, это логика. Так, ладно, восстановим себе вместо силы. Что у нас силу повышает-то? Ловкость что ли? Я, как понимаю, к адреналину тоже относятся. Не, ну, типа прикольная тема. Под напряжение ты должен с этим боссом драться. Так, теперь нам предлагают спуститься в какую-то... Ну, что, обратно вернее? А, это он откуда-то поднялся. А нам идти... Куда? А, смотрите-ка, мы вернулись туда, где мы были. Притом здесь это не работает Окей, значит нам нужно Альдар ввести Какое отношение к этому имеет, а? От этого я не пойму Какая-то Альдара, что это, блин? Спасибо Так, стопе Наверное не будем тратить на них ящик, да? Гильдиш пригодится По крайней мере теперь мы с этих гоблинов С двух ударов убиваем Что тоже уже хорошо И у нас при этом куча зелий Сейчас Думаю у нас есть шанс пройти Прохлух хотя бы Интересно, оно перенесется в следующую главу Или в каждой главе надо отдельно капить это все Так, здесь подъем Чуть позже дойдем сюда Давайте сюда Ты атакуй ты его Капсулы какие-то Ну-ка, давайте каждого освобождать Смотри, что будет Зомби Выпусти меня отсюда, пожалуйста Ну-ка, ты свободен, чувак Спасибо тебе Незнакомец, спасибо Ты еще на колени упади Я даже не знаю, как отблагодарить тебя Что-нибудь придумай У меня есть с собой немного денег И это зелье Не знаю, что оно делает Но думаю, может пригодиться И еще это руна Ладно, давай сюда Я расчистил проход от гоблинов Можешь сматывать? Спасибо, господин, спасибо Вопросы, куда он сматывать-то может? Так, руна вора Ага Ага, значит Ловкость повышает Силу Ассасинскую А зелье-то где? Эээ Чё, обманул меня что-ли? Так, ну в зомбаре я вижу Смысл выпускать Только и только Ради прокачки о хорошо критулька залетела 159 опыта чуть бы поднять это дело так ладно все время пойти по лесенке наверх погоди кольцо а силу повышает не засчитал понял че нарисовался тут пёс какая-то столовка гублинская у куда их столько алё это слишком много так отстали кажись реально столовка гублинская опять они толпой на меня пошли а да отстаньте офигеть а еле как на волоске от смерти был пока он это силе пил блин о боже спали не мог стульев понабрать ответ забыл некуда класть еаха хммм ладна офигетьи че тут презвища в толпа... мертвы гоблинов Так, ну иди сюда, ребята Так, подожди, подожди. Сейчас я тебе стулом кидано. Почти второй уровень, кстати говоря. Мне интересно, во что качаться в магию, может? Не знаю даже. Понимать бы, какие навыки нам дадут со всем этим. Так, это чё такое? Пендестал со статуей. Пендестал, ага, нам надо найти статую. По всему за этой картиной что-то есть. Опять кучка гоблинов. Мне лень за стульями бегать. Там я просто добью его. Все равно два удара. Не жалко. Опа, источник. Тем более нет смысла бегать за стульями. Слушайте, мне теперь вдруг стало интересно, а чё тут далеко-то как-то лестница расположена? Может это какая-то опциональная хрень? Может там статуя находится? Надо бы пойти посмотреть. Оттуда воняет гоблинами. Там их логово и я не хочу туда идти. Понятно. Воняет гоблинами. Фух. Струсил, да? Ладно, возможно это чё-то сюжетное. Ещё успеем туда прийти. Пока давайте-ка посидим у источника. Лишний раз хп и маны себе подрегенить. Лишите где будет. Тем более не придётся использовать ни зелье маны, ни зелье здоровья. Зелье отдыха. Такой выпил и отдохнул уже. Так, ой-ой, щупальца. Они мне не нравятся. Опа, статуэтка нашлась. Пока что мне не хочется по этому дикому саду ходить. На улице что-то может быть. За картиной может быть секреточка просто. Секретка. Правда. Опа. Это чё за иллюзия такая? Свиток опыта. 20 опыта ждали. Так. Сохраню здесь. Посмотрим какие навыки нам дают. Прицельный удар. Ноги. Удар по ногам противника. Сейчас сопряжение ногой будет медленнее передвигаться. Сомнительно, но окей. Навыки ассасина ловкость на 5 поднимает. Однако. Пока что я не вижу необходимости, в ловкости. И магия у нас Блин Дорого Но это самое приятное Хорошо бы это проверить Чтобы понимать сколько урона она наносит Может это шляпа тоже какая-то Так получается все способности шляпа А мне надо что-то на разум искать Так как же меня это бесит Невозможность использовать Даже звуков при ударе не издавали Мандрагора Че нам надо сделать? Насрать туда что ли? Кубы какие-то Что-то продают А-а-а Эти твари ману выжигают Все Ковра наизанул Все Блин я стул не забрал Но через эти щупальца лети не очень как-то хочется В этих магических кубах вы можете купить предмет Можете вырастить В магическом кругу вы можете вырастить ваши характеристики Потреблядь на них специальные очки Дается по 3 очка за уровень Сила Определяет максимальный запас хп Зачем влияет на силу атаки Определяет максимальный запас адреналина Ловкость Определяет скорость атаки и передвижения Максимальный запас силы ассасина Максимальный запас ман Это разум и скорость ее регенерации Так Ладно Генерация здоровья Интересно сколько дает то Ну ка проверим Ну в целом Not bad Просто единица атаки добавляется Да лучше статы качать таким темпом Или вот лучше вампирка Может ее стоило прикупить Погоди Что за фул прайс это все продается что ли В принципе могу это все сбагрить И купить себе вампирку Для омлет воли например Здесь у нас что Давайте разум Субтитры сделал DimaTorzok Блин я даже не знаю Типа 8 атаки за 480 голды Это вообще ни о чем А дохрена ты мне это показываешь В принципе Кольцо защиты Это бесполезный трешак В принципе Главное это реген Мана Все дела Вампирки там Жалко мне нет 200 голды На это дело Было бы круто Ну в принципе Колечко на реген Тоже неплохо Я думаю будет Пока что Временная мера Хотя я могу Получается Не Не хватит голды Амулет я пока не хочу упускать Ну Типа Прикольная тема Окей ладно Пошли наверх А че б дети спросили Хочу ли я наверх Жезл должен быть где-то здесь Прикольная комнатушка Наколим гоблин Нехорошо заходить в дом без разрешения хозяина Боюсь что убежать тебе не получится Пришел за черным жезлом Да Поверь Ты не первый Все кто приходили до тебя Либо сдохли в канализации Либо стали кормом кровососов Жехом Как видишь со мной не случилось ни того ни другого Да да Ты единственный Ты пытался обокрасть меня Таких вещей я не прощаю И прямо сейчас сдам тебя городской страже Или же накажу собственноручно Приступай Подожди не торопись У меня есть к тебе альтернативное предложение Я слушаю Я могу снять все обвинения с тебя Если ты выполнишь для меня несколько поручений Что Сходить на рынок за молоком и колбасой Или же начистить до блеска полы в твоем замечательном имении Хм А ты остряк да Нет Поручение иного рода Я коллекционер И моя коллекция почти полная Не хватает только нескольких предметов И что же ты коллекционируешь Носовые платки Блин ну я бы уже в жбан бы ему прописал этому неросу Нет не носовые платки Я занимаюсь коллекционированием древних гномских деталей Мне нужен опытный воин Чтобы раздобыть недостающие части Моей чудесной коллекции И ты для этого прекрасно подойдешь Похоже у меня не остается выбора Ну а что если я соглашусь на твои условия И впоследствии плюну на все твои поручения И ты меня больше никогда не увидишь Я объявлю тебя самым опасным преступником в Элороне Плакаты с твоим изображением будут висеть на каждом дереве И каждый будет охотиться за тобой в надежде получить награду Поверь, все это будет у меня хорошей связи Хорошо, что я должен сделать Сейчас ты должен отправиться к озеру Элоран в деревушку Чистоводья Разведчики доложили, что недостающая часть коллекции находится где-то в этом районе По прибытии туда тебя встретит мой человек Он и расскажет тебе все подробности Насколько мне известно, западное побережье заняли некие наемники Дабы подорвать экономику Элорона Да, так и есть Король Рагнар из Нильденриффа нанял наемников Чтобы заблокировать путь от главного Элоронского порта Нильгарда К остальным городам острова Ты же знаешь, что мы давно воюем с Нильденриффом И как ты предлагаешь мне прорваться через блокаду? Ну ты, воин, думай Что-нибудь придумай Хватит разговоров Отправляйся в путь На месте тебя встретит мой человек И расскажет тебе все подробно Вот знаете, о чем тут прикол? Он поставил человека То есть заранее Получается, заранее знал, что кто-то проникнет И заранее знал, что этот чудик согласится на его условия Типа Фат, ты что, предсказатель, что ли, Нострадамус? Какого хрена? Ну, окей Попался в лап Цепкие лапы мага Наш чувак Ну вот и все В принципе, это была первая глава Точнее, это был пролог Что-то в этом есть Какой-то шарм тут, что ли Ну, посмотрим Как будет все дальше развиваться По-моему, вот как раз дальше Этого я особо не играл никогда Так что будет интересно Глянуть, будет, так сказать Мой первый экспириенс в этой компании И заодно Поиск хороших предметов Голды, прокачки Все это И так далее, и так далее В общем, на сегодня все Смерты Спасибо за просмотр Ставьте лайки Подписывайтесь на канал Не забывайте про комментарии Вставляйте их Чтобы поддержать актив на канале А также Не забывайте про колокольчик Чтобы не пропустить новые видосы По этой компании И другим Другим Компаниям Там Или же играм даже Ну, а также Можете подписаться на мою телегу Там Также выходят видосы Вы не пропустите удовлетворение А бонусом идет Разный интересный контент Заходите, читайте Ссылка в описании С вами был Павел Первосмертный Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры